Федерация на Руссии. В этом контексте особенно ценным является дальнейшее укрепление международного сотрудничества в целях построения мира, пригодного для жизни детей, на основе принципов Конвенции о правах ребёнка. Прошедшее 25 сентября памятное мероприятие высокого уровня 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН во знаменовании 30-й годовщины принятия Конвенции свидетельствует о бесспорном авторитете этого международного договора. Ожидаем, что предстоящее в ноябре в рамках празднования указанного юбилея заседание Генассамблеи ООН станет хорошей возможностью для всех заинтересованных государств обменяться накопленным опытом практической реализации Конвенции и обозначить задачи на ближайшую перспективу. Глубокое сожаление в этой связи вызывает тот факт, что указанный международный договор до сих пор не является универсальным по своему охвату из-за одного неприсоединившегося государства Соединённых Штатов Америки. Обращаемся к США с призывом не на словах, а на деле подтвердить стремление защищать права детей. Госпожа председатель, руководствуясь духом и буквой Конвенции, провозгласившей необходимость семейного окружения для полного и гармоничного развития личности ребёнка и наилучшего обеспечения его интересов, нас всё больше беспокоят отчётливо звучащие призывы разделять интересы детей и родителей. Расцениваем подобные заходы как противоречащие естественным отношениям между родителями и детьми. и подрыв традиционных семейных и культурных ценностей. Будем и впредь отстаивать преимущественное право родителей на воспитание своих детей, принцип презумпции добросовестности родителей в осуществлении родительских прав, а также обеспечение гарантии неприкосновенности семейной жизни и защиты семьи от произвольного и необоснованного вмешательства. Основные направления российской социальной политики в сфере защиты детства отражены в наших национальных проектах и федеральных целевых программах. Очередным наглядным доказательством того, что в России забота о детях – это системная, продуманная политика, стала «Десятилетие детства», объявленная указом Президента Российской Федерации с января 2018 года. Основное внимание при реализации плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках «Десятилетия детства», уделяется таким вопросам, как повышение благосостояния семей с детьми, совершенствование медицинской помощи детям и формирование основ здорового образа жизни, улучшение качества образования, обеспечение культурного и физического развития, организация безопасного детского отдыха, обеспечение информационной безопасности, развития системы защиты и обеспечения прав и интересов детей, в том числе равных возможностей тем из них, кто нуждается в особой заботе государства. Госпожа председатель, наша страна в числе первых растифицировала Конвенцию. С того момента и по сей день мы привержены неуклонному соблюдению международных правовых обязательств в области защиты прав ребенка. Так, в июле 2019 года мы передали в Комитет по правам ребенка шестой и седьмой объединенные периодические доклады о выполнении положений Конвенции, включающие также информацию об осуществлении положений двух факультативных протоколов к ней. В заключение хотели бы призвать все заинтересованные стороны проявить политическую волю и объединить усилия с тем, чтобы сделать мир действительно пригодный для жизни детей. Благодарю за внимание.